Центр управления космическими полетами Готовы вспыхнуть массивами цифр чуткие экраны дисплеев Ждут касания умелых рук клавиши мудрых пультов Кажется, дай сигнал и проснувшиеся километры кабелей Сотни тысяч электронных схем замкнут в единое целое мощный организм, именуемый ГОГУ Главная оперативная группа управления Отсюда, из этого зала, вели управление летно-конструкторскими Или, как говорили тогда раньше, по соображениям секретности Натурными испытаниями орбитального корабля «Буран» Сюда стекалась вся информация с многочисленных станций слежения В строгом порядке, расположенных по всей планете И в отличие от похожего зала в соседнем здании Здесь есть место экранам авиадиспетчеров Ведь «Буран» совершил посадку на аэродром Совсем как обычный самолет, но необычно Да, необычно Ведь все И полет вокруг голубого шарика нашей планеты И торможение И разворот против ветра И заход на посадку он выполнил без пилота Автоматически Это само по себе стало результатом, итогом многолетних работ Всему миру, и главное, самим себе удалось показать Можем И даже когда кругом твердят о застое, развале, разрухе и нищете Мы способны сделать машину не хуже американской Конечно, все создатели «Бурана» внимательно следили за хроникой полетов кораблей системы «Спейс Шаттл» Многое сопоставляли А кое-что и перенимали И это понятно, естественно Но высокопоставленные докладчики Научились доказывать не сходство этих аппаратов Якобы условия полета сами по себе сделали их близнецами Пусть так Хуже другое Наши политики стали их противопоставлять впрямую Газеты наперебой спешили напомнить о милитаризме Шаттла И о том, сколько денег выделило на полет Министерство обороны Соединенных Штатов Нас исподволь приучали к мысли Как нам необходим адекватный ответ И одновременно с этим, скрытно, с максимумом предосторожности Будущий «Буран» начинал свой путь к Байконуру Вряд ли вера в строчки собственных газет Скорее, оглядка на военных из-за океана Заставляла генералов от космоса Ставить подписи на проектах и сметах А для утверждавших все политиков Всегда были готовы дежурные ответы О коварных звездных происках капитализма Многое тогда подверглось испытаниям И прочность металла И воля людей Чудеса изобретательности Блеск таланта умельцев Вкладывались в преодоление проблем Казавшихся поначалу неразрешимыми Создали поистинно уникальные средства погрузки Транспортировки Многое делалось впервые Часто появлялись такие находки Которые сами по себе бесценны Впервые в истории космической техники Одновременно создавались и корабль, и ракета Увеличение технического риска Было не только количественным Две большие машины одновременно Но и качественным Ведь не заработая одна Не нужна будет и другая Конечно, производят впечатление И общая сумма затрат Поглядите, куда потрачены Да нет, во что вложены Эти деньги Перед вами космодром Байконур Эти колоссальные сооружения Непригодны для чего-либо другого Кроме как для испытания и монтажа Космической техники Подготовки и запусков Мощных космических транспортных систем Были, правда, инициативы Начать в одном из производственных корпусов Изготавливать, что бы вы думали Железные кровати Кажется, вовремя одумались Но такая инициатива Не единственное испытание Через которое прошли Разработчики Бурана У них бывали и реальные сомнения В необходимости машины Их вера и убежденность В правоте дела Прошла серьезные испытания И не просто риторическими Были для них вопросы Нужна ли машина И какая Зачем Нет Не выступали они Бездумными исполнителями Чужой решающей воли Что же хотели? Чего добивались они? Конечно, инженерной цели Создать новую машину Для космического полета И они этого добились Но были и угрозы Закрытия темы На полпути к результату И угрозы Вполне реальные В истории космонавтики Такое случалось Может быть поэтому Работа шла поначалу Не в полную силу Здесь В стенах знаменитой Королевской фирмы На совещаниях Легендарного совета главных Рождалось Будущее космонавтики Принятые решения Проходили испытания На прочность И устойчивость В залах министерств И кабинетах Старой площади Но начало их Здесь Невозможно назвать Единоличное авторство Бурана Теперь, когда есть результат Так ли уж важно Кто главнее Пожалуй, именно в силе Интеллекта Мощных коллективов Основной потенциал Отечественной космонавтики Задача любой степени Сложности Этим специалистам По плечу Их идеи Обретают формы Сложнейших Испытательных установок И точных Вычислительных Экспериментов Будущих орбитальных операций Нужен именно такой Универсальный аппарат Способный Оперативно доставить К космическим станциям Любой груз Развернуть его Проверить работу А при необходимости Вернуть обратно Для продолжения испытаний Эта возможность Имеет особую ценность Для создателей Космической техники Ведь до Бурана В отличие от Авиаконструкторов Они были обречены Каждый раз Навсегда расставаться С отправившейся В полет машиной Случить что не так И только расшифровка Телеметрических загадок Может быть поможет Установить Что именно случилось И разгадка Приходит Далеко не всегда Вряд ли есть необходимость Доказывать Насколько это ценно Для будущих Сложных работ На околоземной орбите Научиться на Земле Строительству В условиях невесомости Невозможно И научиться в космосе Сразу без ошибок Невозможно тоже Значит нужно уметь Возвращать конструкции Пока не научимся строить Пока не убедимся В полной надежности Может быть Примерно Этими словами Убеждали тогда О необходимости Новой машины Собравшихся в этом Небольшом зале Центра управления Здесь все оборудовано Для работы Государственной комиссии Видные деятели промышленности Известные правительственные лица Гражданские и военные Понимали Сколько уже пришлось Испытать На пути К этому дню Томительной минутой Предстартового ожидания Еще большая напряженность Там На космодроме Где в казематах Подземного бункера Сосредоточились На последних операциях Специалисты Стартового расчета Переживают За успех дела Руководители проекта Вроде бы Все буднично Обычно У каждого Своё место Своя работа Совсем как недавно На тренировках И все же Читается в лицах Иная напряженность Теперь Настоящие Натурные испытания Уже даны Все команды И управляет Автоматика Но никогда Нельзя быть уверенным В успехе На все 100% Первая попытка Запуска Что была Несколько дней назад Лишняя Тому подтверждение Электроника Перестраховалась Отключив систему Меньше чем За минуту До старта Когда чуть Запоздала С отходом Ферма С командными Приборами Тоже Своеобразное Испытание На верность Логике Автоматического Управления Стартом Короткие секунды Зрелища Стартующей ракеты И весь Многолетний Труд Людей Исчезает Растворяясь В низкой Облачности Что дальше Всего Несколько минут И заканчивается Полет Ракеты Но Бурану Суждена Более Долгая Жизнь Уже После Двух Включений Маршевого Двигателя Он Добирается На орбиту Теперь До тормозного Импульса Отсюда Еще Виток Полтора Часа Много Или Мало Немного Если Даже Пересчитать В секундах Но Немало Если Умножить На степень Нервного Напряжения Не по секундам А по тактам Программ Бортовых Вычислителей Знают Полет Многие Из собравшихся Здесь Людей Идеи Заботы Каждого Сегодня Там В космосе Чем Измерить Степень Риска Пусть Будет Названа Любая Самая Высокая Цифра Надежности Волнения Не станет Меньше И только Реальные Подтверждения Хода Полета Как Взгляд Из Космоса Бортовой Камеры Бурана Обнадеживают Все В порядке Летные Испытания Продолжаются Конечно Самая Ответственная Автоматическая Посадка Удастся Ли попасть На полосу Подправить Машину На лету Невозможно А там Над степью Сильный Боковой Ветер Низкая Облачность Будто Специально Для испытаний Нет Слов Чтобы Выразить Общую Радость И ликование Результат Самоотверженной Работы Долгих Лет Открывает Новые Горизонты Важна Не сама Победа А возможность Работать Дальше Анализом Первых Результатов Телеизмерений Начинается Новый Этап Наземных Испытаний Изобретательный Разум Специалистов Готовит Для следующего Полета Новые Фундаментальные Решения Да Почему-то Только Науку У нас Привыкли Делить На Фундаментальную И Прикладную И Невозможно Сказать Что Лучше Что Важнее Конечно Непосредственную Пользу Всем нам Приносит Наука Прикладная Но Без Фундаментальных Исследований Нет Прогресса В знаниях Нет Будущего Примеры Космических Аппаратов И в особенности Пилотируемых Говорят о том Что и техника Может быть Не менее Фундаментальной Космические Корабли И станции Также Фундаментальны Как например Автомобили Класса Формула-1 И на гоночных Автомобилях Можно наверное Развозить почту Но гораздо Важнее То что на них Проходят Испытания Новых Технологических Конструктивных Разработок Так и Буран Может быть Весьма Полезен В космосе Он Торит Путь К аэрокосмическим Самолетам Будущего Ко всепогодной Авиации И дает Создателям Космической Техники Возможность Предметного Анализа Неудач Возвращая С орбит Отказавшие Аппараты Только Эта Возможность Позволит Ускорить Испытания Перенеся Их В реальные Условия Космоса Гигантская Птица Уже Встала На крыло Сегодня Еще Трудно Сказать Какие Именно Новые Испытания Выпадут На долю Ее Создателей На ее Долю Пусть Пусть Так Как бы то ни было Продолжение Следует Продолжение следует... Продолжение следует...